Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскресным днём. И вот сегодня мы слышали Евангелие о богатом юноше. О том, как некий юноша подошёл ко Христу и сказал ему, учите благие, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную. На что Христос ему отвечает? Ну, сначала немножко неожиданно. Что называешь меня благим? Никто благ, только один Бог. Вот этот человек, молодой человек, он, видим, что он называет Христа не просто учителем, но учителем благим. То есть он уже видит, что Христос выше обычного учителя, что в нём есть, ну, может быть, что-то и от пророка, но где-то он в душе видит особую благодать, которая исходит от самого Христа, поэтому он называет его благим, но при этом не дерзает ещё назвать так, как следовало назвать Христа, то есть Богом. Но Христос, как бы предвосхищая на будущее, чтобы этот человек уверовал в Него, как в Господа, говорит, что никто не благ, только один Бог. Вот эти слова Христа, они для нас имеют тоже большое значение. Вот в этом отрывке мы потом увидим, что Христос об этом свидетельствует, о необходимости веровать именно в Спасителя, как в Господа. Ну и дальше Христос говорит ему, что если хочешь войти в жизнь вечную, то соблюди заповеди. Ну и когда этот юноша спрашивает, какие он, Христос называет ему заповеди ветхозаветные, то есть не уби, не укради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Заповеди, которые необходимы именно для спасения, то есть это тот, как бы, некий минимум, который человек должен совершать, совершать, то есть стремиться к тому, чтобы совершать, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, то есть просто спастись. Тут говорится именно о спасении, не как о некоем совершенстве, как мы увидим, Христос говорит об этом далее, но о спасении, как избавлении от мучений, то есть избавлении от наказания, избавления от последствий своих дел в виде терзаний, мучений и отстранения от Бога. То есть эти заповеди ветхозаветные, которые Господь дал, они необходимы были для того, чтобы человек не попал в место мучений. Но мы видим, мы знаем, что до Христа все равно люди не могли эти заповеди исполнить во всей полноте, все равно они все оказывались виновными перед Богом. Но дальше мы слышим, что юноша говорит о том, что он все это сохранил от юности своей, чего еще не достает ему. То есть он действительно, видимо, стремился сохранять эти заповеди. Действительно, в общем, Господь, мы знаем, что давал праведникам вот эти внешние заповеди соблюсти. Многие праведники ветхозаветные, они жили по этим заповедям, и действительно, о них было засвидетельствовано, что они были праведны перед Богом. Ну вот именно на этом уровне соблюдения заповедей внешних. Но этот юноша, он чувствует, что этого недостаточно. Что если он хочет быть ближе к Богу, по-настоящему приблизиться к Богу, то чего-то ему еще не достает. И Христос, ну вот в одном из Евангелий говорится, что Христос, взглянув на него, возлюбил его. То есть он как бы поощряет в нем, видит его желание быть по-настоящему близким к Богу, его желание совершать, приобретать добродетели, совершать свой путь к Богу, не ограничиваясь только вот этими внешними заповедями, но чувствуя, что нужно что-то приобрести еще и внутреннее. Ну вот этот юноша, он к этому стремился. И тогда Господь ему говорит, что если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, и следуй за мною. «Услышав же слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Ну вот мы видим, что этот юноша, он был богат, ну а надо сказать, что в то время богатство было свидетельством праведности. То есть если человек Богу угождает, то Господь его награждает внешним благополучием. То есть у него все хорошо и в плане материальном, у него есть семья, дети. То есть все у него должно внешне соответствовать некоторым критериям вот такой успешной жизни. И вот Христос говорит тут уже прямо противоположное тому, что ожидалось. То есть этот юноша, он, наверное, думал, что Христос укажет на какие-то тайные знания, которые помогут ему еще более быть близким к Богу и при этом не потерять то, что он имеет, но может быть даже и больше еще приобрести, то есть приобрести некое благополучие уже в этой жизни. Христос же говорит, что ему нужно оставить все, то есть ему нужно раздать, и тогда только он сможет следовать за Христом и во всей полноте уже служить Ему, то есть быть рядом с Ним. Мы видим, что и ученики тоже удивляются. Господь говорит ученикам своим после этого, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное и удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ну, об этом образе верблюда, наверное, уже много раз говорилось, о том, что это, у большинства толкователей это говорится о том, что это были в стене Иерусалима, которая была, окружала город, была построена для защиты города захватчиков, была некая небольшая дверь, называлась игольная ушка, которая не запиралась, но в которую мог пройти только один человек, то есть, чтобы не было возможности в город как-то войти в множество воинов и захватить его. Ну, когда запирались уже все, на ночь все ворота, то те купцы, скажем, которые оставались на городе, были в опасности, им нужно было войти в бедя и свою поклажу, свой скот, то можно было, в общем-то, можно было даже провести туда верблюда, но только пропихивая его, то есть, поставив на колени и, как бы, протискивая его сквозь эти ворота, можно было кое-как его, вот так скажем, пихнуть внутрь и таким образом попасть в город. Ну, то есть, Христос говорит о том, что богатому, нет, нет, не невозможно богатому в эти царства Божие, но это для него очень тяжелый и скорбный путь, вот, как бы, став на колени и проведя время покаяния, только тогда человек может, как бы, спастись, имеющий, ну, имеющий привязанность к богатству. То есть, тут в первую очередь, как мы слышим и в других Евангелиях, говорится о том, что имеющий надежду на свое богатство, то есть, тот, кто надеется на богатство, то есть, на внешние какие-то или материальные средства, или связи, или то, что он имеет в этой жизни, и кто этим, через, имея все это привязан к этому, то тому в Царство Божие войти очень тяжело, то есть, приобрести те духовные качества, которые могут сделать человека способным к жизни в Царстве Божием, то есть, по тем законам духовным, которые необходимо исполнять для жизни блаженной, для жизни с Богом. И вот этот образ, он поражает также учеников, которые тоже весьма изумились и говорили, кто же может спастись. Иисус же, возрев, говорит им, человекам это невозможно, Богу же все возможно. Но вот на эти слова нам нужно особое внимание обратить, особо их для себя отметить и всегда иметь в своем сердце, потому что именно эти слова, они говорят о том, каким образом человек вообще может приобрести спасение и войти в Царство Божие. Мы вот чаще всего и притыкаемся, потому что мы, ну, не до конца, может быть, и понимаем то, что говорит Господь, а, ну, самое главное, даже если понимая умом, то не можем эти слова вложить в сердце, так, чтобы жить по ним, потому что спасение человека, оно возможно действительно только Богу. Тут можно несколько таких моментов особых отметить, касаясь этих слов, о том, что, ну, во-первых, Царство Божие невозможно заработать, как говорят нам святые отцы, что если бы мы даже трудились в течение всей своей жизни, ничего не получая сейчас, то есть трудились, ну, как рабы, скажем, всю жизнь бы трудились, стараясь исполнять заповеди Божии, стараясь как-то себя во всем ограничивать Богу, Богу трудясь, то мы бы, ну, протрудившись, скажем, 100 лет, мы бы могли получить, ну, какую-то награду в виде, там, 100 лет жизни в Царстве Божьем, да, но что такое 100 лет по сравнению с тем, что Господь дарует человеку, то есть Господь дарует человеку вечность, и вечность мы заработать своими трудами никак и никогда не сможем, то есть нам для этого нужно было бы в течение вечности трудиться, но мы понимаем, что это уже невозможно, уже невозможно своими только усилиями, трудами нам каким-то образом заработать Царствие Божие. Ну, а самое главное, это то, что Царство Божие невозможно заработать без Бога, то есть без участия самого Господа. Вот для нас это понимание этого служит, не, не понимание этого служит обычно притыканием в нашей духовной жизни, то есть когда мы стараемся исполнять заповеди, мы встаем на этот путь, мы действительно желаем быть ближе к Богу, стяжать Царство Небесное вместе со святыми, которые, как мы видим и знаем, что вошли уже в Царствие Божие, то есть человеку это возможно, но при этом у нас, мы видим, что особо ничего не получается, начинаем пытаться исполнять заповеди, у нас почему-то это не выходит. Стараемся вроде бы молиться, бывает поначалу как-то у нас молитва доставляет для души и успокоение, и утешение, и некое вдохновение мы получаем, нам хочется молиться, но потом проходит время, наша душа как бы остывает, остужается, уже и молитва тяжело дается, уже нам появляется у нас в душе некая сухость, уже и желание исполнять заповеди, опять же, тоже угасает, и мы видим, что своими силами мы как-то вернуть это состояние не можем. И вот нам важно полагаться в нашей духовной жизни, в нашем течении жизни христианской не на свои силы, не на свои умения, не на свои познания, не на свои какие-то особые способности, которые мы вроде бы должны приобрести, и на самом деле приобретаем. Мы видим, что действительно наша жизнь, она понемножку меняется, мы по-другому начинаем и мыслить, и относиться ко многим вещам, но все равно до конца мы не можем приобрести, утвердиться в том состоянии уже духовном, которое нам вроде бы и дается, но не можем его удержать. Вот для нас одно из главных, наверное, притыканий это то, что мы все-таки продолжаем надеяться на себя, на свои силы, продолжаем надеяться на то, что мы каким-то образом, приобретя определенные, скажем, знания, сможем противостоять уже греху, то есть сможем обойти все ловушки дьявола и сможем таким образом приобрести Царство Небесное своим умением. Но вот у нас этого не получается, ну и получиться не может, потому что нам Господь так и устроил эту жизнь, чтобы мы к Нему всегда обращались, потому что Царство Божие, это есть единение с Богом и участие Бога в нашей жизни. Нам нужно отречься от себя, отречься от своих даже и познаний, умений, оставить позади свой опыт, который, как казалось бы, мы уже приобрели. Но вот нам, чтобы двигаться дальше, нам нужно опять стать, ну, как говорит Господь, стать младенцами. То есть вот мы что-то приобрели, что-то вроде бы мы уже имеем, научились, но вот чтобы двигаться дальше, нам нужно опять начать Бога просить, опять надо начать к Богу обращаться, чтобы и дальше получать еще большее, больше того, что мы уже имеем. И только так мы можем в Царство Божие вот постепенно войти. Поэтому эти слова Господа, что никто, что невозможно человеком спастись своими силами, но возможно только Богу. Вот наша задача – это приобрести такое как раз устроение души, чтобы нам всегда обращаться к Богу с молитвой, всегда обращаться к Богу за помощью, всегда не оставлять за собой вот как бы право на что-то свое в этой жизни. Вот отречение, несение креста – это и есть вот то отвержение самих себя, своих знаний и умений, которые мы, да, на какой-то этапе мы что-то приобретаем, начинаем понимать, но всегда для нас должно важнее быть именно то, что нам Господь дает и готов дать еще дальше. Поэтому вот этот человек, юноша, он понимал, что вот он что-то уже приобрел, но это далеко еще от совершенства. Нам же Господь, нас Господь призывает к совершенству. Сам Господь в Нагорной проповеди говорит, будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть. Да, то есть мы понимаем, что совершенными, как Бог, мы быть не можем, но в этом и смысл слов Господа, о том, что мы не свое совершенство должны приобрести, а именно, чтобы Господь в нашей жизни, в нашей душе действовал. Вот мы сегодня читали, слышали чтение из апостола, послания апостола Павла, где он говорит, что вот он много потрудился, он говорит, что да, я трудился много, но, впрочем, не я, но благодать, которая действовала во мне. Это вот для нас пример такой, ну, мы апостола Павла увидим, как он уже достиг, в общем-то, высот духовной жизни. Вот для нас это тоже пример, к которому мы должны стремиться. То есть не приобрести свои умения, свои знания, но приобрести именно действие Божие, которое бы совершалось в нас и совершало бы в нас действие всех добродетелей, тоже силой Божией, не своими, то есть чтобы молитва была не просто нашей молитвой, устами и нашим умом, но как именно действие Божие, чтобы добродетели, которые мы приобретаем, это, ну, и терпение, и терпение, милосердие, любовь, чтобы это тоже было именно действием Божиим в нашей душе. Нам это бывает непросто, но будем к этому стремиться для того, чтобы нам спастись, ну, и приобрести по мере сил то совершенство, которому Господь нас призывает и которому мы должны стремиться, чтобы наследовать и приобрести Царство Божие и жизнь вечную. Аминь.